Руководители силовых ведомств и управлений рассказали о мерах, предпринимаемых в округе для борьбы с инфекцией. Все подробности далее. Задача максимально оградить себя, близких, жителей от того, чтобы попасть в эту нехорошую ситуацию. Для того, чтобы сберечь здоровье, достаточно остаться дома. А теперь с таким призывом к жителям обращаются не только представители власти. Контролировать поручения губернатора будут и силовые структуры. Размещены списки граждан, которые прибудут на территорию Российской Федерации из иностранных государств в период с 1 по 22 марта 2020 года. Проживающих на территории Московской области, которая в строгом обязательном порядке предписана находиться в режиме самоизоляции не менее 14 суток. Указанные списки ежедневно обновляются. Нам приходят данные информации, которые мы будем проверять сотрудниками участковой службы совместно с другими службами. Покидать дома можно только при крайней необходимости. Для того, чтобы выход из квартиры был безопасным, в округе ежедневно дезинфицируют подъезды. Средства обработки рекомендованы Роспотребнадзором. У нас было поручение до 9 утра 18 числа на всех информационных стендах разместить информацию о правилах поведения жителей в сложившейся ситуации. Также на всех информационных стендах в каждом подъезде МКД были размещены графики проведения данной дезинфекции. С 28 марта по 5 апреля приостановлена работа всех объектов общественного питания. Из предприятий торговли работают только те, кто реализует продовольственные товары. До 10 апреля в парках городского округа отменены все массовые мероприятия. На данный период усилена работа охраны в парках путем привлечения сотрудников ДНД для предупреждения и недопущения массового скопления людей. Такие меры предприняты для того, чтобы жители не покидали свои дома без уважительной причины. Тем временем службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности. Глава округа подчеркнул важность своевременной уборки территорий и регулярного вывоза мусора. Луиза Игязырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.